Везем, тяжелое ранение в брюшной полости, гипотомия 60 на 20. Везите ближайшую больницу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Там Игнатьева не могут найти. Прибыл тяжелый пациент по его специализации. Как не могут найти? Он в больнице. Ну, я не знаю. Сказать, что вы уже уехали. Анестезия действует. Можем приступать. Ангел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Привет. Здравия. Зажим. Я здесь. Что у нас тут? Ты не нужен. Давление падает. Выйди. Скальпель. Давление падает. 90 на 50. Восемьдесят на 40. Семьдесят на 40. Стабилизировалась. Ну, да. Вы и вправду ангел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мам, ты когда вообще дома появишься? Ой, дорогая, ну, вечером. Не знаю, во сколько. А кто мне деньги на концерт даст? Ну, попроси у папы. Где его искать? Он тоже дома не ночевал. В смысле не ночевал? Как не ночевал? Ну, может, и ночевал. Рано ушел. Все, мам, давай, пока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Можно? Лен, ты извини, что так получилось. Я был в больнице. Просто отошел на пять минут. Всех предупредил, но, видимо, не передали. Сразу панику устроили. Ты, главное, в следующий раз пациента не забудь предупредить. Чтоб тоже дождался. Лен, я же извинился. Что это меняет? Больше это не повторится. Как завотделением я должна отреагировать. Мы чуть не потеряли пациента по твоей вине. Так ты вроде реагируешь. Но, видимо, недостаточно, раз до тебя не доходит. Ну, что ты сделать-то? Ну, что мне сплясать перед тобой, чтоб ты меня извинила? Коля, у нас с тобой в последнее время постоянно возникают проблемы. Так не может продолжаться. Ну, давай я напишу заявление по собственному желанию. Раз я такой проблемный. Возьмете другого врача, который будет приходить за час до операции, и делать все как надо, не такой, как я. Ты этого хочешь? Пиши. Лена, у меня в семье все рушится. Из-за работы этой проклятой. Собираемся разводиться? Нет, я виноват. Тут и говорить нечего. Но ты должна меня понять. Тебя ж самой не бывает дома. Да нет, я не оправдываюсь. Но дай мне один последний шанс. Коль, мне правда жаль, что у вас Наташа все разладилась. Может, временные трудности? Ну, да. Оно давно назревало. Тяжело, но будем бороться. Да. Правильно. Давай так, еще хоть раз подведешь? Не подведу. Я с тобой внимательно наблюдаю. Отлично. Хоть кому-то я еще интересен. Спасибо тебе. Извините. Николай Петрович? А я кое-что хотела уточнить по графику. Я так соскучилась. Я так соскучилась. Поедешь сегодня ко мне? Не получится. Ну, скажи, что ты на дежурстве. Оля, я же тебе сказал, не получится. Наблюдает она за мной. Кем она себя возомнила? Кто? Созвонова твоя, любимая. Подожди, что случилось? А меня увольняют. А меня увольняют? Как увольняют? Здравствуйте. Вот так. Елена Михайловна, она отходчивая. Она не станет увольнять такого профессионала, как ты. Она не считает меня профессионалом. Здесь только одна звезда. Тише, успокойся. У тебя просто тяжелый период в жизни. Ты видишь все в черном цвете. Ну, как тебе помочь? Давай сегодня поужинаем в ресторане. После такого унижания мне нужно выпить. Да, хорошо. А вечером ко мне? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Настя! 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 Почему такой бардак? Я тоже очень рада тебя видеть. Так, мам, я опаздываю, с тебя три тысячи. Настя, мало того, что я вкалываю по двадцать пять часов, я еще должна за тобой убираться. Неужели так сложно помочь? Мам, я обещаю, правда, я уберусь. Не было времени. Интересно, чем ты была занята? Ой, давай потом. Нет, сейчас. Я тебя никуда не отпускаю. Мам, ты серьезно? Ну, ты же обещала, мам. Мне билет купили, деньги надо отдать. Ты мне тоже много чего обещала. Например, по дому убираться. Ты деньги не дашь? Держи. Спасибо. Вернешься во сколько? Гриш, привет. Это Лена Сазанова. Прости, что поздно. Я муж потеряла. Ты не пересекался с ним случайно? Ладно, извини. Да, давай. Доброй ночи. Где ты был? Я уже собиралась в морге обзванивать. С заказчиком общался. Ты дома не ночевал. С друзьями отдыхали. С какими друзьями? Звонила Гриша. У меня что, не может быть друзей, кроме Гриши? Видимо, непривычно, что муж стал выходить из дома. Антон, я волновалась. А я не пациент, чтобы из-за меня волноваться. Я просто муж. Фактически предмет мебели. Копошится что-то за компьютером, дочкой занимается. Удобная штука. А тут вдруг вышел из дома. Я очень устала. Я не хочу ссориться. Так оставь меня в покое. И занимайся своей работой. Где бы мы были, если не моя работа? Не надо меня попрекать. Я просто хочу, чтобы… Класс. Давай сорнячек. Не надо, спасибо. Давай мне. Прям не верится. Что? Что семья вся в сборе. Куда ты собираешься? Да. Встречаюсь с заказчиком. А во сколько вернешься? Точно не знаю. Я просто хотела ужин приготовить. Вот это что-то новенькое, мама, у тебя. Не изви. Часов в восемь. Можешь? Я не знаю, когда я освобожусь. Ну, давайте в девять. Я могу. Если вообще кому-то это интересно. Ну, вот и отлично. Соберемся с тобой. Это ты как сможешь. Антон, давай блинчик еще? А, спасибо. Надо идти. Давай провожу тебя, ладно? Не надо. Папа злится от того, что ты и мама все время на работе. Да, я знаю, Натюш. Да, я знаю, Натюш. Да, конечно. Конечно, он будет наказан. Нам такие врачи не нужны. Спасибо. Татьяна Вадимовна, я хочу остаться только на административной должности. В каком смысле? Мне нужен график полегче. Без ночных дежурств и экстренных вызовов. Это с какого такого перепугу-то? Я не успеваю ни там, ни там. Не правда ты все успеваешь? Никаких нареканий, никаких жалоб не было. Я очень довольна твоей работой. Дома проблема. Что-то серьезное. Да брак трещит по швам. Я домой только спать прихожу. Антону это не нравится, и его можно понять. Он наконец зарабатывать начал. Ты меня хочешь лишить лучшего хирурга. Будут плановые операции. Какие плановые операции? Две-три в месяц? Леночка дорогая, ты по-другому не сможешь. Ты уже привыкла так жить. Смогу, смогу. Я буду жить по графику. Высыпаться наконец. За город ездить по выходным. Как все нормальные люди живут. Ну, ты сама-то этого хочешь? Семья важнее. Та-дам! Это тебе. Беспроводные. Для любителей послушать музыку погромче. И очень долго держат зарядку. Мам, у меня такие же. Откуда? Мне их папа купил. Но ты, мам, не переживай. Будут запасные, потому что эти реально уже подубились. Спасибо тебе, мамочка, большое. Было все очень вкусно. Ну, ты что? Ты чего не спишь? Настя, слушай, а помнишь, когда я телефон потеряла, там какая-то функция была, мы его нашли. Да. А мы можем папу также поискать? Ну, давай только с твоего, потому что я отвязалась от аккаунта. Давай. Так. Сейчас. Ну, вот его последнее местоположение. Это не бабушкина квартира, случайно, нет? Слушай, может он к жильцам заехал? Мам, не парься. Он стусил с заказчиками, забрал деньги и батарея села. Наверное. Все в порядке. Все. Спокойной ночи, мам. Спокойной ночи. Алло, Евгений. Здравствуйте. Это Лена Сазонова, хозяйка квартиры. Я мужик потеряла. Он к вам за деньгами не заезжал? Как мне снимаете? Давно? А, извините, я не знала. Добрый. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Чёрт, как же так? Ладно, погоди, я сейчас всё уложу. Лена, Лен, давай обойдёмся без всех этих сцен. Я предлагаю всё спокойно обсудить дома. Хорошо? О чём нам говорить после такого? Лена, тебе лучше сейчас уйти домой. Мне? Ну, правда. Да как ты посмел её сюда притащить? Лена! Вы мне дайте всё оба. Давай, давай, солнышко, давай собираться. Ничего, подождёт. Мне нужно время собраться. Мне тебя свечами выставить? Какие мы строгие! А я вас себе примерно такое и представляла. Мала. Какой? Да никакой. Поэтому муж и пошёл налево. Нужно следить за собой. Антон! Перестань, перестань! Вон! Перестань, Лен, всё! Пошли в ногу! Всё, мы уходим! Всё! Пошли в ногу! 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 Я должна позаботиться о Насте, поэтому не буду отказываться от совмещения. Ну, я, конечно, очень рада за себя. Но, может, всё-таки не рубись горяча? Вы столько лет вместе. Да он себе перечеркнул. Ну, а время лечит и не такие раны. Посмотри на меня. Вот я когда-то взбрыкнула, и что? И теперь об этом жалею. А у твоего, между прочим, сейчас критический возраст. Перебесится. Лен, ты знаешь, как страшно возвращаться домой, когда тебя там никто не ждёт. Я бы на твоём месте не торопилась. А ты сделай шаг. Первый. Ну, приложи ему поговорить. Спокойно. Тебе проще. Ты смелая. Давай. Извини, что тебя обманывал. Получилось некрасиво. Любви-то давно уже нет. Да и бывали. Это ты в какой момент понял? Когда жильца выгнал, начал свою потаскуку мою квартиру водить? Алла – приличная девушка. Из приличной семьи. У меня с ней всё по-другому. Меня уважают, меня слушают, меня любят. Избавь меня, пожалуйста, от этих подробностей. А ты перестань её оскорблять. И вот ещё что. Квартира, в которой мы жили, была подарена моими родителями. И не является совместно нажитым имуществом. Поэтому я её забираю. В смысле? А где мы будем жить с Настей? У тебя есть своя квартира. Я на неё не претендую. Не претендуешь? А кто тебя содержал все эти годы? Кто за твой ремонт платил? Послушай, если у тебя есть чеки, я готов компенсировать. Это твоя родная дочь. Я для Насти сделаю всё, что смогу. И алименты, и жильё на совершеннолетие. А вы сейчас можете однушку сдавать. Однушку снимать. Спасибо тебе за совет. Лена, давай всё решим мирно. Я консультировался с юристом, у тебя шансов нет. Ну, а за ремонт я могу заплатить половину без чеков. Благородно. Лена, ты сейчас не в себе. Всё, мне надо идти. Успокоишься, поговорим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Еду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лена, женщина 25 лет, после автомобильной аварии. Внутреннее кровотечение, обусловленное разрывом печени. Имеется подкапсульный разрыв селезёнки. Лена, она в реанимации. Кто? Пациентка, про которую я говорил. А, да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕпервые хр ages 1 храля п goose1 – Что происходит, Лена? – Коль, я не могу оперировать. – Почему? – Это… любовница мужа. – Какого мужа? – Моего, Коль, мы разводимся. – Ничего себе! – А есть еще врачи в клинике? – С такой квалификацией, я не знаю, Качаев, но его нет в больнице. Елена Михайловна, состояние пациентки ухудшилось. – Так что, звонить Качаеву? – Премния нет. Готовимся к операции. Лен! Зажим. Скальпель. Зажим. Скальпель. Скальпель. Зажим. Поэтому муж пошел налево. Прошить. Нужно следить за собой. Зажим. 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 Лена, тебе плохо? Помогите. – Елена Михайловна, что с вами? – Так, держи, держи, держи. Сейчас, сейчас, давайте. Принеси губку. Угу. Что-то случилось? Можем приступать. Можем приступать. Я пойду. Там Игнатьев, он уже заканчивает. Ты какая-то бледная. Ну, что? Закончили. Состояние удовлетворительное. Слава Богу. – Ты как, Лен? – Лучше. Протокол операции надо подписать. – Угу. – Угу. Спасибо, Коля. Как она? Все показатели в норме. Угу. Держите меня в курсе. Да, конечно. Елена Михайловна. Елена Михайловна. Да. Здравствуйте. Я супруга Дмитрия Сергеевича Данильевна. Вы его оперировали 17-го. Слушаю вас. Что нас ждет? Состояние после операции стабилизировалось, но потребуется время на восстановление. Долго? Во многом это зависит от самого пациента. Если будут нужны какие угодно медикаменты, пожалуйста, обращайтесь. И там, что еще вам понадобится. Дмитрий Сергеевич, человек серьезный. Деньги для нас не проблема. Поэтому все что угодно мы вас готовы отблагодарить. По поводу медикаментов уточню. А что касается серьезности, для нас все пациенты важны. Конечно. Когда я могу увидеть мужа? После осмотра. Верхнюю одежду снимите и бахилу наденьте, пожалуйста. О, конечно. Я не понимаю, почему вы не смогли найти нападавшего. Я же видел, как за ним приехала скорая после того, как я его вырубил. Нападавший пришел в себя и сбежал из больницы. Личность пока не установлена. Распишитесь. Как вы себя чувствуете? Я вас раньше видел? Сазонова Елена Михайловна. Лечащий врач. Вы были прооперированы после ножевого. Точно. Вы же явились мне, как ангел в лучах. Вы видели меня в операционной. Да, это было самое лучшее видение в моей жизни. И оно продолжается. Вас ничего не беспокоит? Беспокоит. Что? Когда вы придете ко мне в следующий раз. Это все? Да нет. Много чего еще. Но знаете, это здорово. Раньше мне было на все наплевать, а теперь вы вернули меня к жизни. Как в прямом, так и в переносном смысле. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Поправляйте скорее. Елена Михайловна. А я когда поправлюсь, вы поужинаете со мной? Боюсь, это мне понравятся ваши супруги. Проходите, пожалуйста. Как ты меня напугал. Я тебя еле нашла. Почему ты уехал? Почему сюда? Да хоть куда. Лишь бы тебя не видеть. Дима, я тебе не изменяла. Ты сейчас делаешь больно нам обоим. Я люблю тебя. Дима, поехали в Москву. Ты здесь пропадешь. Я же знаю, что ты пил. Это очень глупо. Я в следующий раз не смогу тебя спасти. Не ты меня спасла. Да. Ничего, ничего. Я, я добьюсь развода. Тебе не удастся больше затягивать и вам не удастся отжать мою компанию. А сейчас послушай меня внимательно. Нужно срочно возвращаться в Москву. Арестовали все счета. Кто-то проводил сомнительные операции. Вот как. Компанию могут закрыть. Ты ведь этого не хочешь. Так вот почему ты нарисовалась. Просто ты лишишься всего. А когда спохватишься, будет поздно. Я тут еще немного попуду. Но потом я уеду, Дима. Ин. А знаешь что? Ты можешь ехать прямо сейчас. И все вопросы через моего юриста. Ирина Михайловна. Да? Там у Карецки ухудшение. Что случилось? Не знаю, похоже на внутреннее кровотечение. Ирина Михайловна. Ирина Михайловна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Открылось внутреннее кровотечение. Лен, так что ты сидишь? Иди помоги ей! Лен, пожалуйста, спаси ее! Иди! Чего ты сидишь, Лена? Антон, она умерла. Что? Лена, как умерла? Что ты такое говоришь, Лена? Я, я не знаю, Антон, я не понимаю, как, как это произошло, я не понимаю. Лена, как умерла? Как умерла? Как умерла? Лучше не здесь. Да. Как же так? Все же вроде было хорошо. По крайней мере, я действовал, как обычно. Ничего там сложного не было. И ты. Ты же контролировал свои действия? Я уже не уверена. Елена Михайловна? Да. Мне сообщили, что операция прошла успешно. Да. И вдруг моя дочь умирает. Проходите, присаживайтесь. Может быть, воды? Объясните, как это получилось? Пациентка поступила с серьезными травмами. Состояние было тяжелым. Вы кто? Игнатьев Николай Петрович, хирург. Я ассистировал Елену Михайловне на операции. Я навел у вас справки. Вы хороший доктор. Может, виноват персонал? Ну, не досмотрели после операции? Нет. Травмы, правда, были очень тяжелые. И вы сделали все, что могли? Да. Спасибо. Спасибо. Только бы не начали разбираться. Как думаешь, он что-то задумал? Что-то его спасибо как-то не очень искренне звучало. И мужик, он, видимо, не простой. Думаешь, надо было ему сказать? Про Роман Дочери с твоим мужем он, похоже, не знает. Ну, тем более, ты действительно сделала все, что могла. Коль, я не знаю. Какое бы решение ты ни приняла, можешь рассчитывать на мою поддержку. Спасибо. До завтра. Как дела? Как дела? Мам, давай уже поговорим. Настя, мы с папой решили развестись. Ты серьезно? Такое бывает в семьях. Ты девочка взрослая. То есть, вы же не помиритесь, да? Нет. Мама, почему? Настя. Настя. Мы навсегда для тебя останемся любящими мамой и папой. А с кем я буду жить? Со мной. Почему с тобой? Ну, а с кем ты хочешь? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Настя, Настя, ты можешь видеться с папой, когда хочешь, сколько хочешь. Не надо за меня решать. Настя. А-а-а! Так. Ну, мальчик. А-а-а! А-а! А-а-а! Поехальчик. Нет-нет. Здравствуйте. Вас беспокоит врач из больницы. Игнатьев Николай Петрович. Я ассистировал с Азоновой. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились со мной встретиться. Я хотел бы еще раз выразить свои соболезнования и подтвердить слова Елены Михайловны. Да, действительно, несмотря на сложившиеся обстоятельства, она смогла выполнить свой профессиональный долг. Какие обстоятельства? Ну, скажем так, личного плана. Я что-то не понимаю. Говорите без обиняков прямо. Я про роман вашей дочери. А вы не в курсе? Какой роман? Ваша дочь встречалась с мужем Елены Михайловны. Что? Что? Такое совпадение. Лена Михайловна только сейчас узнала о разводе. Но она смогла взять себя в руки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, Елена Михайловна Сазонова, считаю необходимым сообщить обстоятельства личного плана, которые, возможно, повлияли на ход операции. Мой муж, Сазонов Антон Игоревич, состоял в любовной связи с пациенткой, которой я была вынуждена оказать медицинскую помощь. В ходе операции я находилась в состоянии аффекта и не могла выполнить работу должным образом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Она лежала на столе. Такая беззащитная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Теперь и я с тебя не слезу. Ты мне ответишь за все. Ну, мы с тобой попали. Сейчас точно возбудят уголовное дело. Карецкий – человек очень влиятельный. Он уже собрал команду юриста против тебя. Сейчас начнутся проверки. Роспотребнадзор, Росздравнадзор. Заварится каша. Ладно, тебе сейчас нужен толковый адвокат. Так, у меня, кажется, есть такой специалист именно по этим вопросам. Позвони, пожалуйста, ему, как можно быстрее. Хорошо? Так, надо написать заявление по собственному желанию, задним числом. Чтобы ты уже не была заведующей на тот момент, когда ты оперировала Карецкую. Спасибо вам. Что будет с Настей, если меня посадят? Ну, почему они должны тебя посадить? Следствие во всем разберется и признает тебя невиновной. Ну, если, конечно, не было никакого умысла. Что? Ну, если со стороны посмотреть на эту ситуацию… Татьяна Вадимовна, вы же меня знаете, я же не могла. Леночка, Леночка, только не обижайся, пожалуйста. Ты же… Ну, пойми, ну, ты же видишь, какая ситуация. Лена Михайловна, а здравствуйте. Извините меня за мою наглость. Я просто хотел как-то вас поблагодарить. Вот, хризантемы, сказали, вы любите. Уйдите, пожалуйста. Что с вами? Выйдите! Извините. Извините. Это ты ее убила! Ты! Отвечай! Просто так уголовные дела не заводят! Ты! Отвечай! Э-э, мужчина! Так, руки убрал. Успокоился. Ты ответишь по суду! Тебя посадят! Тебя посадят! Будь ты проклята! Что же будет дальше? Будет суд. Коля, я хотела у тебя спросить, вот, тогда, на операции, когда Лена закончила, тогда же не было кровотечения. Да в том-то делу я, что было. Я уж не знаю, специально она его сделала или нет. Я пытался спасти ситуацию, как мог. Тогда нужно сказать правду. Чтобы Лене еще хуже сделать? Или чтобы вместе с ней отвечать? Коля, ну, я не верю, что Лена Михайловна могла убить специально пациентку. Так я в это не верю. Я очень надеюсь, что для нее все обойдется. Я прошу тебя, давай не будь болтать лишнего, а? Договорились? Да, хорошо. Как скажешь. Как вы понимаете, результат есть. Я не гарантирую. Но, будем бороться. И шансы у нас есть. А что мне грозит в худшем случае? Все зависит от статьи. Та сторона стоит на умышленном убийстве. А это серьезное преступление. И за него полагается, соответственно, серьезное наказание. У вас есть мотив. Я не хотела. Я, я могла ошибиться, но я не хотела. А вот этого вы лучше не говорите. Вы же мне сами сказали, что переживаете за дочь, что не хотите с ней расставаться. Да, конечно. Ну, вы выполнили свою работу на самом высоком уровне. Это ваша квалификация. И ошибиться вы не могли ни при каких обстоятельствах. Разве не так? Так, но… Без всяких «но», Елена Михайловна, вам нужно быть увереннее. Это та сторона, пусть доказывает. Мы с вами в юридическом поле. И поднимать нравственные вопросы ни к чему. Так? Да, так. Вы правы. Готовьтесь. У вас впереди серьезное испытание. Вы должны твердо стоять на ногах. И не заниматься этим вашим «моралите». Я справлюсь. Здравствуйте. Здрасьте. Отойди от меня. Лена, Лена, надо поговорить. Значит так. Нас всех ждет суд. Будут задавать вопросы, копаться в деталях личной жизни. Ты это понимаешь? Да. Я намерен говорить всю правду. И про подщечину. И про то, как ты о ней отзывалась. Хорошо. Я не знаю, что ты там будешь говорить. Но в любом случае, грязное белье полезет. А я грязного белья не боюсь. Я готова. Готова. Молодец. Я к тому, что Настю нужно оградить от этого всего. Максимально. Ты понимаешь? Да. Про Настю ты все верно говоришь. Я согласна. А я не к тому, что я пришел тебя сейчас пугать. Я поняла. Да. Все верно. Она готова. Стоит тут вся в белом. Это муж подонок ей изменил. А она ни при чем, да? Про Настю все верно. Это ты во всем виновата. Я ненавижу тебя. Проходи, проходи. Закрутилась, завертилась, как я и говорила. Всю отчетность для проверки поднимают. Голова кругом. Следователь в больницу приходил. Народ опрашивал. Тебя допрашивали? Нет. Лена, придется все-таки уволиться. Только на время. Надо, чтобы ты заявление написала своей рукой. Татьяна Вадимовна, я сама ничего подписывать не буду. Леночка, как только все вот это закончится, я сразу тебя возьму обратно. Понимаешь, да? А сейчас ты еще и выплаты получишь. Мне нужны деньги. И нужна работа. Я ни в чем не виновата. На каком основании вы хотите меня уволить? Леночка, я не понимаю, ну зачем ты так? Мне стало плохо во время операции. Разве это преступление? Ну ладно. Оставайся. Я думаю, что экспертиза должна все показать. Лена, ну что, разговаривала со следователем? Нет еще. Он все про операцию спрашивал. Пришлось сказать, что тебе стало плохо. Ничего страшного. Ага. Ну а ты продумала, что будешь говорить? А чего думать? Мне скрывать нечего. Адвокат считает, что мы выиграем, вот и я так настроена. Ну и правильно. Адвокат, ты хороший? Очень. Мне по-другому нельзя. Елена Михайловна, добрый день. Следователь Еремин. Я хотел вас вызвать к себе, но раз уж вы здесь, можно к вам на пару минут? Да, конечно. Проходите. Послушайте, Елена Михайловна, я не желаю вам зла. Более того, я испытываю к вам симпатию. Но есть еще потерпевшая сторона, и Корецкий не успокоится, пока не накажет вас. Почему вы не отказались делать операцию? Позвольте вам напомнить, что допрос должен проходить в присутствии адвоката. А это пока еще не допрос. Поверьте мне, в ваших же интересах найти со мной общий язык. Тем более, что после ознакомления с обстоятельствами дела, после беседы с вашими коллегами я сделал кое-какие выводы. Да и по вашему поведению все видно. Что же вам видно? Что вина вас мучает. Я сделала все, что могла. Моей вины в смерти пациентки нет. Раз вина мучает, значит, рано или поздно вы раскаетесь. Так зачем мучиться тянуть, если можно сразу взять и облегчить душу? Поверьте, так будет лучше для всех. Я помогу вам получить минимальный срок и избавлю вас от Корецкого. А не дай бог срок за умышленное убийство. Через сколько лет вы вернетесь к дочери? В следующий раз я бы все-таки хотела, чтобы на допросе присутствовал адвокат. До свидания. Зря. Да, хорошо. Все, пока. Вот еще Данилин. По анализам все в норме. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Привет. Жалобы? Елена Михайловна, я сам юрист и могу вам помочь. Вольно? Да нет. Я уверен в вашей невиновности, но ситуация очень серьезная. Мы можем привлечь кого-нибудь из столицы. Спасибо, но у меня есть адвокат. Ну, пусть будет несколько. У них очень серьезные ресурсы. Вы хорошо осведомлены. Но это личный вопрос. И помощь мне не требуется. Оль, ты меня любишь? Ну, конечно. Ну, чего ты? Ну… Мне просто кажется, что… что нужно рассказать правду. Да что, хочешь, чтобы меня посадили? Да за что? Так непонятно ж, как дело обернется-то. Нет, вот скажи, а зачем следствию это знать? Главное, что от этого изменится. Ну, вот именно. Ничего не изменится. Зачем тогда скрывать? Ты как будто меня в чем-то подозреваешь. Да нет же. Я просто пытаюсь понять. Ты тогда как-то странно себя повел? Все. Приехали. Ты куда? Куда ты? Домой. Поздно уже. Прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть. Просто… Эта ситуация, она меня так изматывает. А меня что, не изматывает? Ты что думаешь? Мне что, на Лену плевать? Мы с ней столько лет, бок о бок. Мы же близкими людьми уже стали. Я тогда набросился на нее, но в этом не было никакой злобы. Есть еще надежда на экспертизу. Если она покажет, что кровотечение началось по объективным причинам, то тогда, конечно… Ну, прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть. Я тебя очень люблю. Останешься со мной? Останешься со мной. Да. Ошибиться я не могла. Ни при каких обстоятельствах. Я в этом уверена. Я в этом уверена. Мам, я тоже поеду. А зачем тебе в школу надо? Мама, я хочу знать правду. Настя, это не самая хорошая идея. Тогда я поеду своим ходом. Настя, давай ты не пойдешь, а? Там будут журналисты, они все напишут. И решение суда на сайте выкладывают. Настю, ну… Елена! Здравствуйте. Елена Михайловна, вы считаете себя виновным? Вы не хотите попросить прощения у родственников, пожалуйста? Без комментариев. Зачем ты Настю сюда притащила? Елена Михайловна! Елена Михайловна! Елена Михайловна! И меня мучает вопрос. Как же так? Госпожа Сазонова является чуть ли не лучшим в стране хирургом, специализирующимся на подобных операциях. И тут вроде бы штатная ситуация. Привозят пациентку с характерными повреждениями. При том, что эксперты признали, состояние Аллы Карецкой было удовлетворительное. При квалификации Елены Михайловны летальный исход крайне маловероятен. И, похоже, ответ напрашивается сам собой. Госпожа Сазонова почувствовала себя униженной. Брошенной, несчастной. Какая тут клятва Гиппократа, когда брак рушится? Появился шанс все исправить. Сазонова хладнокровно, я подчеркиваю, хладнокровно приняла решение убить пациентку. Заранее, до операции. Потому что, как специалист высокого уровня, она знает, как запутать следы. Не так-то просто убить человека. Да, Елена Михайловна? Настоящему врачу не важно, кто лежит на столе. Он выполняет долг. А Елена Михайловна и есть тот самый настоящий врач. И в этом никаких сомнений быть не может. Она могла пойти по простому пути – удалить селезенку, как это зачастую происходит. Но она решила спасти орган. Сохранить его, чтобы избежать септиса и гнойных осложнений. Моя подзащитная искренне пыталась спасти пациентку. И это могут подтвердить ее коллеги, которые были рядом. Елена Михайловна – прекрасный хирург. Как их поискать? Да, у нее были проблемы. Она узнала, что от нее уходит муж. Мы даже хотели вызвать другого врача, но времени не было. Но она молодец, она смогла собраться. Хотя все равно находилась в состоянии аффекта. Когда Елене Михайловне стало плохо, операцию продолжил Николай Петрович. Предварительно он провел осмотр. И в штатном режиме завершил операцию. Я не хотел раскрывать подробности личной жизни, но ради справедливости я должен это сделать. Была ситуация, моя бывшая жена набросилась на Аллу. Она ее ударила, оскорбляла. Она ее ненавидела. Я ее видела один раз. Нет никаких сомнений, что это было убийство. И раз ты привела сюда Настю, пусть она обо всем узнает. Ваша честь, прошу приобщить к делу заключения ведущих специалистов, признанных в медицинском сообществе. Изучив данные после вскрытия, они сделали выводы, что кровотечение, повлекшее смерть, спровоцировали действия врача. Завершившего первую, основную фазу операции. Почему сразу не сказала? Сразу после операции. Я пыталась, я… Что ж тебе помешало? Простите меня. Простить? За что, Елена Михайловна? Я виновата, я… Прошу принять во внимание, подсудимая призналась. Да это было сказано под давлением! Елене Михайловне физически плохо! И я прошел сложить судебное заседание! Я хотела, чтобы меня кто-нибудь заменил, но надо было решать! Она бы умерла! Она и так умерла! Я не специально, я клянусь, я пыталась спасти вашу дочь! Я… Я не специально, я не специально! Вот вы где! Там уже объявляют! Пойдемте! На основании изложенного суд приговорил признать Сазонову Елену Михайловну виновной в совершении преступления по статье 109 пункт 2 Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Условно. Условно. И запрет заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года после окончания условного срока. Условно. За убийство человека? Приговор может быть обжалован в течение 10 дней после его провозглашения. Будет обжалован. Ты не думай, я просто так этого не оставлю. Ты мне ответишь за все. Потерпевшая сторона осталась недовольна приговором, сочтя его слишком мягким и намерена его обжаловать. Сазонова оказалась подавленной и, видимо, сожалела о содеянном. Она сможет вернуться к врачебной деятельности через 6 лет. А вот смогут ли пациенты довериться такому специалисту, остается большим вопросом. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Где гарантии, что приговор ужесточат, если его обжаловать? Нет гарантий. Александр Анатольевич, вам не показалось, что Сазонова на суде говорила правду? Я не знаю. На мой взгляд, она была очень искренна. Она искренна была, когда скрыла все обстоятельства. Я ей не верю. Алло, не вернуть. Но все должно быть по справедливости. Если Сазонова виновата, она должна быть наказана. Пусть даже не по закону. Что для этого нужно? Деньги — не вопрос. Но я должен знать наверняка. Если не по закону, у меня есть человек, который собирает информацию на клиентов. Разговоры, переписки, личные контакты, переезды. Можно попробовать. Не пробуй, а действуй. Для меня сейчас это самое главное. Хорошо. Так. Ну что, проходи. Будем потихонечку обживаться. А, давай. Ставь сюда. Давай только без этого, ладно? Без чего? Делать вид, что все в порядке. Папа заберет меня, как только сможет. Мне неприятно с тобой находиться. Настя, ты чего? Я могу уйти? Да. Ты когда вернешься? Вернусь. Мне больше некуда деваться. Мне больше некуда деваться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Антон Петрович, здравствуйте, это Лена Сазонова. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот по поводу этой вакансии, про которую Аня говорила. Да, хорошо. Спасибо. Маргарита Петровна, здравствуйте. Ну, так сложилось. Да, я поняла. Да, да, буду ждать. Максим Алексеевич. Да, это Лена Сазонова. Да. Да, 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 да. Да, пишу. Да, буду, буду. Во сколько? Лена Сазонова. Да, только... Лена Сазонова. Лена Сазонова. Да, да. Я очень рад. Проходи. Ну, не поздравишь меня? Поздравляю. Спасибо. Вот я думаю, кого бы мне назначить старшей операционной сестрой? А с Никифоровой что? Она устала. Хочет на заслуженный отдых. Нужен кто-то молодой, энергичный. Ты самоподходящая к кандидатур. Ну, ты ж два хотела. Ну, да. Ну, как будто по блату получается. Я тебя умоляю. Это объективная оценка. Что это? Это же Лена. В отдых выбросили. Не, надо с этим разобраться. Кто сегодня дежурит, не знаешь? Нет, не знаю. Это все надо Лене вернуть. Безобразие. Послушай, я подумал, я… Я решила у тебя от жены. Ты серьезно? Конечно. Ну, надо же, когда ты начинаешь счастливую жизнь. Правильно? Правильно. Я тебя люблю. Девушка, мне долго ждать? Ой, извините, сейчас. Сейчас. Так, это вам. Ну… Ждем вас девятнадцатого, восемнадцать тридцать. Спасибо. До свидания. Вениамин Алексеевич обозначил вам круг ваших обязанностей. Да. А в чем дело? Видели пол в коридоре рядом с операционной? Я умыла. Ну, я не знаю, мыли вы или нет. Я только что проходил мимо, грязно. Хорошо, я исправлю. Сейчас не надо. Можете здесь закончить. Но вы должны знать, мы находимся в медицинском учреждении. Это означает, что мы все несем ответственность за жизни пациентов. И даже вы. Я исправлюсь. Исправьтесь, пожалуйста. А… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, веначало следует. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Елена Михайловна, здравствуйте. Это Данилин, ваш пациент. Вы меня оперировали. Да, я помню. Мы можем с вами увидеться? Вы знаете, я занята сейчас. А когда вы освобождаетесь? Я готов подъехать в любое место, куда вы скажете. Это очень важно. Это касается вашего дела. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам что-нибудь заказать? Нет, я тороплюсь. Хорошо. Тогда сразу к делу. Скажите, вам известно, что у хирурга Игнатьева и Ольги, операционной сестры, Роман? Игнатьев женат, и Оль не стала бы с ним встречаться. Вы ошибаетесь. Скажите, как вы относитесь к Игнатьеву? Мы знакомы с института. Просто, когда я лежал в больнице, я слышал, что Игнатьев берет деньги с пациентов за лечение. Это слухи? Возможно. Скажите, у вас были конфликты по работе? Всякое бывало. Поймите, мне показалось, что Ольга на суде вела себя очень странно. Такое ощущение, как будто она что-то хотела сказать. Возможно, она покрывала Игнатьева, а может, он и есть настоящий убийца. Дмитрий, суд уже вынес решение. Да. И именно после этого решения Игнатьев занял ваше место, а Ольга пошла на повышение. Лена, поймите, суд может ошибаться. Так сложились обстоятельства, что все внимание было направлено на вас. Ведь вы же сами не знаете, виноваты вы или нет. Хорошо. Давайте сделаем так. Пока я нахожусь в этом городе по своим делам, я займусь вашей историей. А пока я не буду больше вас доставать своими вопросами. Скажите, я могу встретиться с вашим адвокатом? Знаете, на последнем курсе института на сколе отправили на практику. И привезли парня с огнестрелом. С ним было двое. Пьяные, злые. А парень умер. Прямо у меня на осмотре. На меня набросились. Если б не Коля, убили бы, наверное. А он потом полгода лишал. С переломами. У него сейчас очень тяжелый период. Семейные проблемы. Я лишь хочу проверить версию. Давайте не будем. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Вот и хорошо. Поправляйтесь, пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Семьсот девяносто два рубля. В смысле? Шестьсот двадцать пять должно же быть. Скидка работает при покупке второго товара. Что убираем? Без мороженого? Нет. Мороженое оставляю. Давайте, вот, если так. Сколько? Шестьсот пятьдесят. Так, сейчас. Еще десять рублей. Спасибо. Мам, мам, где? Мам, мам, где? Мам, мам, где? Мам, мам, где? Она лучшая преступница. Со сроком. Хотя бы и условным. Знаешь, я всегда гордилась ей. А сейчас мне так за нее стыдно. Ты даже не представляешь. Скорей бы съехать отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Михайловна. Хотите мороженого? С чаем. Мы уже уходим. Нет, спасибо. До свидания. До свидания. Вот. Вот все данные по разговорам и переписке. И? Пока ничего интересного нет, но мой человек только начал работать. Угу. Сазанова сейчас сильно напугана. И вряд ли будет про это с кем-то говорить по телефону. Это все? Нет. Есть еще информация. Сазанова устроилась в клинику, но официально врачом там не числится. Если откроется, что она продолжает оперировать, ей светит реальный срок. Этого мало. Давай, работай дальше. Хорошо. Селезенку будем удалять. Оставим, хлопот не оберемся. Будилин подтвердил, так что завтра в десять утра приступим. Отметьте, завтра операция. Хорошо. 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 Вадим Петрович, я по поводу Свастьянова. Что такое? Прошу вас еще раз взвесить, за и против. Удаление селезенки может привести к осложнениям. И в сложившейся ситуации можно попытаться спасти орган, используя гемостатическую губку. Вы мне советуете? Да. Вот, обратите внимание на эту зону. Удаление приведет к сепсису. По своему опыту могу сказать, что это неминуемо приведет к осложнениям. По своему опыту? Да, я раньше работала хирургом и провела больше десятка подобных операций. Вадим Петрович, вы же сами предложили удалять. Предложил. А вы утвердили. Так в чем проблема? Существует опасность. Я это уже слышал. У меня интересуют мнения компетентных врачей. Елена сказала, у нее большой опыт. Елена у нас не врач. Может быть, она когда-то и держала скальпель в руках. Теперь у нее другие инструменты. Улыбка да тряпка. Разве мы не об этом с вами договаривались? Об этом. Я больше не буду лезть не в свое дело. Просто я хотела помочь. Если вас что-то не устраивает, я возьму другого человека. Ясно? Нет, все чудесно. Улыбка и тряпка. Да. Можете идти. Была бы крутым спецом, не вылетела бы из профессии. Согласен? Да. Наверное, вы правы. Так. Значит, завтра в десять. Без изменений. Да, Настюш. Как? Когда? Да, дождись меня, пожалуйста, ладно? Антон, почему не предупредил? Такие вопросы надо решать сообща. Что тут решать? Настя сама все решила. Мы так и будем ее таскать с места на место. Понятно, что ей нужно время, чтобы адаптироваться. Но зачем она тебе, а? Ну, скажи, что не можешь ее взять. Потом что-нибудь придумаю. Лен, что ты за цирк тут устраиваешь? Все, отойди. Настя. Настя. Звони мне, пожалуйста. Звони мне, пожалуйста. Настя. Настя! Вениамин Алексеевич, не видишь? Вениамин Алексеевич, не видишь? Алло. Алло. Черт. Вениамин Алексеевич, вы где? Я не могу удалить телевизионку. Там действительно оказалась проблемная область. Будут последствия. Я не знаю, как исправить эту ситуацию. Да, ответственность моя, но мы вместе принимали это решение. Алло. Алло. Черт. Он будет не скоро. Вадим Петрович, можно я посмотрю? Вам нельзя в это вмешиваться? Сейчас не до этого, и к тому же я просто посмотрю. Покажите. Покажите. Сушить? Что вы думаете? Надо наложить губку. У вас есть материалы и оборудование? Да. Но разве не поздно? Я начал удаление. Исправить непросто, но реально. Я могу это сделать. Внимание! Пульс падает! Приступайте. Раздвигайте. Зажим? Есть зажим. Прошить? Сушить? Угу. Сушить? Зажим? Вадим Петрович, не томите. Операция закончена. Состояние стабильно тяжелое. Скажите, к чему готовиться? Будем надеяться на лучшее. Если сейчас случится, что, не дай Бог, все закончится летальным исходом, у нас у всех будут проблемы. У всех. У Вадима Петровича, у меня, у клиники. Но в первую очередь проблемы будут у вас. Елена Михайловна, вы провели операцию, несмотря на запрет. На ваших плечах лежит весь груз ответственности. Надеюсь, вы это осознаете? Вы готовы понести наказание? Готова. Елена Михайловна не заслуживает такого отношения. Она хирург высокого класса. Мы должны ее поблагодарить. Елена Михайловна, спасибо. И приступите, пожалуйста, к своим непосредственным обязанностям. И в ваших интересах не распространяться о случившемся. А ты что хочешь, как она? Профессию потерять? Срок получить? В тюрьму загреметь? Да? Не надо тут играть в благородство. Не надо! Максимально дистанцируемся. И все. Это все она. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что? Пришел в себя. Угруза жизни миновала. Даже не знаю, как благодарить вас. Для меня была большая честь работать с вами. Вы сотворили чудо у меня на глазах. Я не первый год в медицине. Ну что вы? Я по понятной причине не могу сообщить, что это ваша заслуга. Это не важно. Главное, что все хорошо закончилось. Вадим Петрович, Вадим Петрович, я слышала, у нас хорошие новости. Да. Это так. Слава Богу. Спасибо вам, родной мой. Я знала. Я верила в вас, Вадим Петрович. Сколько мы мучились, если бы не вы. Спасибо вам. Все хорошо. Спасибо вам обратно. И вы. КОНЕЦ Так, вам нужно будет семнадцатый кабинет. Все хорошо. Пожалуйста. Пройдемте. Спасибо. Добрый день. У вас назначено? Здравствуйте. У меня здесь знакомый врач работает. А кто? Лена Сазонова. Ну, она у нас не врач. Она администратор. И сейчас ее нет. Будет завтра. Ну, она вроде должна была быть сегодня по графику. Что-то случилось? Я не знаю. Вы ей позвоните. Ладно. Вы меня все равно запишите. На общий профилактический осмотр. Хорошо. Давайте документы и, пожалуйста, пальто в шкаф вешайте. Угу. Спасибо. Благодарю. Тут что-то скрывают насчет Сазоновой. Буду узнавать. Настя. Настя. Что? Что? Можно тебя на минутку? Пойдем в машину. Здрасьте, Лена Михайловна. Здрасьте. Лена Михайловна. Лена Михайловна. Милая. Может, в кино сходим? Я б билеты купила. Да. Зачем ты к школе подъехала? Чтоб все видели? Слушай, я как-то не подумала. А ты подумай. Знаешь, как меня здесь называют? Дочерью уголовница. Кто так тебя называет? Одноклассники? Так, скажи мне их фамилии. Я с родителями поговорю. А лучше нет. Знаешь что, я с директором поговорю. Оставь меня в покое, пожалуйста. Ты понимаешь, что я не хочу тебя видеть, мама? Я тебе не нужна. Тебе нужна только твоя работа. Это неправда. Знаешь, как дележка началась, так вы сразу с отцом засуетились. И ему я не нужна. У него же тоже там кто-то появился. Милая, ты нам очень нужна. Мы тебя очень любим. Ты мне нужна. Я тебя люблю. А я нет, мама. Да? Здравствуйте. Данилин Дмитрий Сергеевич. Бывший пациент вашей больницы лежал с ножевым. Елена Михайловна Сазонова меня оперировала. Ясно. Хотите поговорить с врачом? Сейчас, погодите, я что-нибудь придумаю. Просто Елена Михайловна больше не работает в нашей клинике. Это очень печально. Так. А ведь суд может и ошибаться. Как вы думаете, Ольга Николаевна? Я не знаю. Это странный вопрос. Видите, вы сомневаетесь. Я сомневаюсь. Так как же это можно все так оставить? Вы знаете, как Елена Михайловна мучается? Она же к вам очень хорошо относилась. Помогала. А я не говорила, что я сомневаюсь. И вообще, это не тема для обсуждения. Вынесен приговор. Но приговор может быть другим, после того, как суд пересмотрит дело. А доктор Игнатьев вызывает у меня подозрения. Я ничем не могу вам помочь. Я же видел, как на суде вы хотели что-то сказать. Все, что я хотела сказать, я тогда сказала. Выйдите, пожалуйста! Выйдите, пожалуйста! Ну, хорошо. Да-да. Меня сейчас допрашивали. По поводу Елены Михайловны. Кто допрашивал? Пациент, бывший Данилин. Что за бред? Он думает, что это ты виноват. Он спрашивал, не скрыла ли я чего? А ты что сказала? Ничего. Он собирается возобновить дело. А кто он такой? Он из полиции? Зачем ему это нужно? Я не знаю. Коля, был суд. Мы уже все решили. А теперь опять! Надо было тогда сказать всю правду, чтобы сейчас ни у кого никаких вопросов не было! Подожди, подожди, подожди. Мы с тобой ни в чем виноваты. На все вопросы мы с тобой ответили. Точка. А нюансы? Они никого не интересуют. Или что, приговор был бы другим? Ну, согласна. Да. Ну, вот. Да, а с ним больше не разговаривай. Если что, меня зови. Я смогу тебя защитить от этих ненормальных. Знаешь что, давай так. Тут надо кое-что поделать еще. А вечером я у тебя. Иди. Эй, хорошо. Хорошо. В семнадцатый кабинет, пожалуйста. Проходите. Спасибо. Это вам? Спасибо. Это вас ни к чему не обязывает. Вы после работы что делаете? Домой иду. Семья? Домашние дела. Я вас хотел пригласить поужинать. Тут ресторан рядом есть, кухня хорошая. Ну, если вы сегодня торопитесь, можно в другой раз. Ну, как коллега с коллегой, ничего такого. Хотя, кого я обманываю. Вы, вы не просто крутой хирург, вы красивая женщина. Здравствуйте. Ну, редко встретишь женщину, которая вызывает восхищение. Какая вы были во время операции? Пожалуйста, тише. Хорошо, хорошо. Кстати, и Васьянову стало еще лучше. Елена Михайловна! Красивый букет. Вы меня простите за мою настойчивость, но я просто подумал, что вы обязаны это знать. Я недавно встречался с Ольгой. Я намекнул ей, что буду очень серьезно следить за расследованием. Так вот, она занервничала. Я просто уверен, что она что-то скрывает. Дмитрий Сергеевич, я правда очень благодарна вам за желание помочь, но… Вы скажете, что у меня нет никаких доказательств, что все это на уровне каких-то домыслов. Да, наверное, вы правы, но… Но поймите, это была провокация. После нашей встречи Ольга побежала к Игнатьеву, она ему все рассказала. И я думаю, что Игнатьев сейчас бит с толку и будет пытаться выяснить, откуда ветер дует. Каким образом? Свяжется с вами. Дмитрий Сергеевич, вы правильно говорите, все на уровне предположений. И не надо никого провоцировать. Я бы очень хотела вернуться в медицину, только это невозможно. Обередить раны и настраивать против коллег, ну, ну, не надо так, правда. Хорошо. Вы знаете мой номер телефона. Если что-то изменится, позвоните мне. Хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, Лен. Не занята? Нет, Коль. Слушай, я тут подумал… Может быть, мы повидались бы. У меня тут есть тебе передать кое-что. Я пожевать чем взял, дортик твоего любимого. Соскучился по тебе. Спасибо, что занес, АТО. В этой суматохе совсем забыла про них. Ну, как вы с Настюшей разместились-то? Да, она у Антона. Ну, че сидишь, как неродной? Давай, налетай. Значит, одна живешь? Угу. Чем занимаешься? Так. Халтурю. Где? Как в больнице дела? Все по-прежнему. Тебя не хватает. Лен, ну, колись, откуда цветы? Что это за поклонники у тебя появились? Ну, серьезно, а? Ну, кто он? Из пациентов? Почему из пациентов? Ну, мне сказали, что в больнице какой-то мужик за тобой ухлестывал. Данилин? Не знаю. Тебе видней. Ну, не хочешь, не говори. Твое личное дело, от чего я лезу. Ты знаешь, я тут вспомнила, как... как ты 15 лет назад меня спас. Когда тебя по кускам собирали. Я об этом вспоминаю всякий раз, как погода меняется. Столько лет прошло. Коль, может, друзья с тобой? Мы, вроде, не пили ты чего. Ты бы еще спросил, уважаю ли я тебя. Друзья, конечно. А что, сомнения есть? Извините за поздний визит. Давай, давай, прикладывай информацию. Есть. Есть данные, что Сазонова провел операцию, несмотря на запрет. Зачем она это сделала? Видимо, финансовые трудности. Это о многом говорит. Наконец-то мы увидели ее истинное лицо. Теперь ее можно посадить. Минимум года на три. Но нужно собрать еще доказательства. Собирай. Молодец. Ну, рассказывайте. Я говорила с Игнатьевом. Так, и что Игнатьев? Нервничает. А, задергался. А ведь я вам говорил. Вы знаете, раньше мы были в откровенных отношениях, а теперь я ему не верю. Нам просто нужно собрать побольше информации и поднять все материалы. Дим, я не могу вас напрягать. Вы звездой человек. Вы не переживайте. У меня сейчас много свободного времени. Так что пользуйтесь, пока я здесь в командировке. Я отплачу вам за свое спасение и разбежимся. Ваш кофе. Вы знаете, у вас в глазах загорелась надежда. Так и есть. Ну что, действуем? Да. Извините. Да, я сейчас немного занят. Что-то срочное? Да ты что? Фух. Спасибо тебе. Да, хорошо. Я тебе перезвоню потом. Фух. Господи, как это тяжело, оказывается, разводиться. Мне осталось уже совсем чуть-чуть до полной свободы. Да, сама через это прошла. Сочувствую вам. Господи, скорее бы уже оформить все это официально. А то, знаете, жена немного затягивала. У нас по обоюдному согласию. Ничего-ничего. Жизнь продолжается. Да. Да. Доброе утро. Александр Анатольевич Корецкий хочет с вами пообщаться. Он знает, что вы провели операцию в этой клинике. Кто вы? Помощник. Он ждет вас прямо сейчас. Я никуда не поеду. Вы же знаете, чем вам грозит нарушение запрета на медицинскую деятельность. Послушайте, я ничего не нарушала. Хорошо. Тогда я звоню следователю. Зачем мне нужна Корецкому? Просто пообщаться. Алло. Я хочу сообщить о преступлении. Я согласна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Садитесь. Буду с вами откровенен. За вами следили, собирали информацию. Я хотел докопаться до правды. Вы не отрицаете, что проводили операцию? Не отрицаю. Сколько ей было этих операций? Одна. У вас договоренность с директором? Сколько он вам платит? Нет, нет. Он ни при чем. Вы хотите сказать, что директор ничего не знает? Нет. Перестаньте юлить. Вы же понимаете, я могу стереть вас в порошок. Говорите правду. Я пыталась спасти пациента. Я врач, и клятва Гиппократа для меня не пустой звук. И я не могла оставаться в стороне, несмотря на решение суда. Вы знаете, я… Я столько раз видела людей, которые теряют своих близких. И каждый раз испытывала чувство вины. И вот сейчас я сижу перед вами и тоже испытываю чувство вины. Но за то, что исполняла свой долг. Я оперировала не соперницу. Я оперировала пациента. Вы знаете, я так устал от этого всего. Горе выматывает. Хорошо. Об этой операции никто не узнает. Спасибо. Может, идти. Настя, ну куда ты побежала? Домой. Пойдем на концерт. Не хочу. Нельзя так, Настя. Ну не хочешь на концерт, давай просто двое куда-нибудь сходим. Олеж, на концерт идешь? Да уже нет, наверное. Ну смотри, будет весело. Не то, что с этой. Что значит с этой? Ты сама нас игноришь. Ты не докапывайся до меня, ясно? Как будто это мы виноваты в том, что произошло. Сколько было разговоров. Моя мама самая лучшая хирургиня во всем мире. Заткнись! Оу, как грубо. Хотя чему я удивляюсь? Яблоко от яблы недалеко падает. Из-за уголовников. Юля, хватит. А ты что ее защищаешь? Пусть проваливает. Давай. Отстань, ты меня ненормальная. Что здесь происходит? Она, мне кажется, нос сломала. Ты что, больная совсем? Что я тебе сделала? Ты первая начала. Вера Григорьевна, это неправда. Она сама первая начала. Есть свидетели. Значит так, родители в школу. Да пошли вы все. Что? Что ты сказала? Настя! Да. Елена Михайловна, добрый вечер. Это Олег, одноклассник Насти. А вы не знаете, где она? Нет. А что случилось? Да тут ситуация в школе. Настя в таком состоянии была. Еще днем. Ну, телефон до сих пор молчит. Дома никого. Лучше бы ее разыскать. Ой, спасибо, Олег, что сообщил. До свидания. Здрасте. А я к вам. Что-то случилось? Да Настя пропала. Как это пропало? Давно? С утра. Я не могу дозвониться. Может, в полицию сообщить? Можно определить местоположение по номеру телефона. Да у нее не работает эта функция. Дайте ее номер. У меня есть умелец, я попробую. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы где-то близко. Может, ваш знакомый ошибся? Это вряд ли. Господи, она что, на мосту? Что она там делает? Не знаю, но она где-то здесь. Вот она. Остановите. Настя. Настя. Настя, милая. Не делай глупости, Настя. Милая, не делай глупости. Отвали. Это все временные трудности, милая. Семьи больше нет. Моя мать – уголовница. Я не могла представить, что с нами вообще такое может произойти. Не говори так, все будет хорошо. Ты встретишь любимого человека, заведешь семью. Да. А у тебя почему все пошло не так, мама? Милая, это все временно. Помнишь, ты когда была маленькая, мы… Мы придумывали, кем ты станешь, когда вырастешь. Помнишь? Я предлагала серьезную работу, а ты хотела стать воспитательницей детского сада. А помнишь, почему? Ты хотела отменить тихий час. Не надо вспоминать детство, мама. Все уже не будет ничего, как раньше. Не надо. Все будет хорошо. Мы с тобой горы свернем. Мы тихий час отмениваем. Иди сюда. Настя. Милая, иди сюда. Иди сюда. На. Настя! 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 Так, быстро в душ и переодеваемся. Я, наверное, поеду. Нет, вы тоже переоденьтесь. Сейчас. Нет, у меня уже все практически высохло. Так, подождите, сейчас. Вот, держите. Да нет, ну что вы, не надо. Вот так, переодевайтесь. Давайте, давайте. Ну что, мне, по-моему, идет. Не то слово. А что, розовый светничь в моде. Ну что вы все смеетесь? По-моему, я заслужил чашечку горячего чая. Конечно. Спасибо. Спасибо. Откуда вы маму мою знаете? Дмитрий Сергеевич мой пациент. Да, у твоей мамы золотые руки. Она меня буквально с того света вытащила. А сейчас нас связывают деловые отношения. О, как! Интрига прямо. Надеюсь, у нас все получится. Мама, а можно я завтра в школу не пойду? Конечно, малыш. Решай сама. Ух ты! Какая у тебя добрая мама. Меня так с температуры в школу угнали. Нет, просто я с Юлькой подсапалась. И она против меня всех настраивает. Там еще заочно меня наорала. В общем, она родителей в школу требует. Когда? Завтра, после одиннадцати. Слушайте, а давайте я схожу. Я всю жизнь мечтал какую-нибудь взорвавшуюся училку на место поставить. Ну, нет. Конечно, я сама. Что вы? А что? Мне нравятся классные идеи. Ну, только она там такая. Это будет тяжело, конечно, с ней сделать. Так тем интереснее задача. Разве у Насти не может быть какого-нибудь крутого дяди из Москвы? Почему крутого? А чтоб боялись. М? Да нам еще учиться в этой школе. Ну, хорошо. Крутой дядя из Москвы будет предельно деликатен. Точно получится? Поспорим. А на что? Ну, решим. Ну, если мама позволит. Ну. Мам, ну давай поможем человеку мечту исполнить. У него, наверное, глубокая детская травма. Ладно, малыш. Как скажешь. Ну, собственно, вот, вот не забудьте просушить главное, ладно? Да, хорошо. Что касается нас, ну, в смысле наших дел, я бы очень хотел, чтобы вы встретились с Ольгой. Может быть. Ну, не для того, чтобы ее провоцировать, а чтобы попытаться вывести ее на откровенный разговор. Тем более у вас очень хорошие отношения. По поводу Игнатьева, да, есть подозрения, но Оля… Ну, мне кажется, Ольга любит Игнатьева. А любовь-то такая штука, знаете, она так здорово влияет на человека. Может быть. Вы подумайте, я не настаиваю. Лен, у вас очень хорошая дочь. Она светлый человечек, живая, симпатичная. Видимо, вся в маму. Дим, я… Я правда не знаю, как вас благодарить. Вы такой добрый. Замечательный ее. Я просто, правда… Я не готова к отношениям. Ну, я ни на что и не рассчитываю. Мы же договаривались. Ладно, я поехал сушиться. Я думала, ты спишь. М? 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 Можно? Да, конечно. Ой… Какая ты маленькая. А вы встречаетесь? Нет. Мне он нравится. Правда? Да. Да. Да, он хороший. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю. Милы… 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 Тебя не узнать. А ты ничего не перепутала? Я же тебе говорил, все разговоры через моего юриста. Ну, я ведь не могу все с ним обсудить. Ладно, я действительно пыталась тебя обуть. С самого начала… С самого начала я тебя не любила. И я, правда, тебя изменила. Слушай, скажи, а для чего ты сейчас бросила маску? Дальше что будет? Твой хваленый юрист умоется доказывать мое вино. Компания загнется, мы оба останемся ни с чем, а я от своей доли совместно нажитого не отступлюсь. И после развода точно заберу половину, как бы вы там ни крутились. У меня ведь тоже специалисты имеются. Теперь, когда ты узнал об измене, ты начал меняться. И таким ты мне намного больше нравишься. Я серьезно, Тима, я влюблена в тебя. Давай начнем все сначала. Поверь мне, я влюблена в тебя. У нас получится. А хочешь откровенный за откровенность? Раньше я тоже был влюблен. А теперь мне нужно только Баблова. Ну, кого ты обманываешь? Я же вижу, что ты влюблен. Баблова. Только, правда, не в меня. Оль, привет. Здравствуйте, Елена Михайловна. Как ты? Нормально. Есть минут пятнадцать? Поговорить. Ну, да. Как твои дела? Нормально. Ты теперь старшая операционная сестра? Да. Справляешься? Думаете, мое назначение не было ошибкой? Ну, что ты? Ты девочка толковая. Разберешься. У меня в планах было твое назначение, когда я здесь работала. Со временем наберешься опыта. Ты заслужила. Оль, с тобой говорил Данилин по поводу моей ситуации. Да. Я знаю, что ты встречаешься с Игнатьевым. Это твоя личная жизнь, я не лезу и не собираюсь никому ничего рассказывать. Просто у меня есть подозрение на тему Игнатьева. Ты от меня ничего не скрываешь? Мне просто очень тяжело, что я встречаюсь женатым. Он обещал развестись. Просто тогда, на той… На той операции, когда вас увезли, я… Мне тогда показалось, что… Что? Мне показалось, что… Что… Лена! Ничего конкретного. Мне сказали, ты в гости пришла. Чего не заглянула? Да вот за солью шушукаемся. Я пойду. Пока. О чем шушукались? Да так. Мне доделать кое-что нужно. Я пойду. О! Привет, племяшка! Здрасте, дети! Здравствуйте! Ничего себе! Дядя точно из Москвы. А то. Веди. Так. Вот в этот кабинет. Понял. Позвони мне ровно через три минуты. Хорошо. Простите, вы кто? Я пришел поговорить насчет Насти Сазоновой. А… Я ее дядя. Дядя? Да. Родной дяди из Москвы. Настя мне не безразлично, поэтому меня очень беспокоит то, что происходит. Меня тоже. Вы знаете, что она набросилась на одноклассницу. Избила ее. Меня, извините за грубость, послала куда подальше. Ведет себя безобразно. И вы, как близкий человек, просто обязаны повлиять на Настю. А каким образом? Скорректировать ее поведение. Ведь ни учителя, ни школьники, никто не виноват в том, что произошло. А что произошло? Ну, я-то думаю, что вы точно в курсе. Увы. Ее мать и судили. Так. Вот с этого все и началось. А ведь изначально семья производила такое благоприятное впечатление. И мне бы очень не хотелось, чтобы дело дошло до отчисления. Но если ничего не изменится… Так, ясно. Скажите, а что вы сделали для того, чтобы помочь школьнице в такой непростой ситуации? Кроме того, что вызвали ее родителей и навесили на нее ярлык? Так, может, нам стоит скорректировать ваше поведение? А почему вы разговариваете со мной в таком тоне? Тихо. О. Алло. Да, Сергей Павлович. Да, дорогой. Да вот как раз сидим за очем, разговариваем. Ну, как что, грозят с отчислением. Нет-нет-нет. Давайте мы все-таки попробуем договориться, а вот уж если не получится, тогда… Да, да, хорошо, обязательно. Наберу. Супруге привет. Простите, не мог не ответить, это Воскобойников из комитета по образованию. Сергей Павлович? Угу. Ну так вот, я не хочу ссориться. Да. Я лишь хочу, чтобы Насте было комфортно. И все это идет от девочки, с которой она подралась. И причем эта девочка начала первой. Но вы же об этом просто не знали, так? Ну, да. Я как-то вот не доглядела. Так давайте исправим эту оплошность. Конечно. Договорились? Конечно, конечно. Я очень рад, что у нас получился такой конструктивный диалог. Конечно. Да. И повнимательнее, пожалуйста, к Насте. Помягче с ней. Конечно. Вы не волнуйтесь. Ну? Ну? Все отлично. Если что, звони. Да, кстати, мама не возьмет, а деньги вам сейчас очень понадобятся. Как-то неудобно. Бери. Я сказал, для дяди из Москвы это не проблема. Действительно красиво. Смотрит. Ага. Ох, сейчас им влетит. Ладно. Пока, племяшка. Пока. Оп. Слушай, а кто это? Слушай, а кто это? Была сложная операция. Мама моя спасла. Угу. Жигалина! Ко мне в кабинет! Живо! Здравствуй, Настенька! Здравствуйте! Вы были правы, Ольга что-то видела, но не говорит. Так, мы сейчас с вами все это спокойно обсудим за ужином. Вот, с тоской в сердце возвращай свой любимый костюм. Спасибо. Единственное, я ничего не готовила, я могу что-то быстро сообразить. Да нет, я к вам и не напрашивался. Я думал, вы сейчас быстренько соберетесь, и мы с вами поедем в ресторан. Столик я уже забронировал. Никакой романтики. Исключительно гастрономическая дружба. Просто мне в вашем городе даже поужинать не с кем. Да, кстати, в школе вопрос я уже решил. Спасибо, Дима. Вы огромный молодец. И мне Настя сказала уже. Ну, и? Видите, я же не давлю, не настаиваю. Да, я заметила. Дим, ну как я могу вам отказать? Так, сколько вам времени нужно на сборы? Не знаю. Я быстро. Отлично. Я вас жду. Настя. Настя. Мам. Слушай, так, откуда все это? А, так я скопила. Дядя из Москвы постарался. Он сказал, что ему не трудно. Мам, я тысячу лет икры не ела. Настя, правда, неудобно. Мам, да ладно, садись уже. Слушай, мне отъехать надо. Куда? Поужинать. С дядей из Москвы. Ты не против? Да нет. Мне ж больше достанется. Угу. Только, мне кажется, тебе надо переодеться. Правда? Ну, конечно. Это же свидание, мама. Хорошо. Позвольте спросить вас, как гастрономического друга. Как вам кухня? Очень нравится. Это хорошо. Лен, позвольте вашу руку? У вас какие красивые руки. Тост за ваши удивительные руки, которые вернули меня к жизни. А вы юрист по образованию? Ну, к сожалению, только по образованию. Я окончил институт, увлекся бизнесом, затянула, появилась своя фирма. Вы так говорите, как будто жалеете. Вы знаете, наверное, да. Я очень мало работал по специальности. А мне так нравилось. Никогда не поздно вернуться к любимому делу. Это ваш девиз. Да. Очень тяжело без призвания, конечно. Дима, вы знаете, я сегодня была в больнице. Так хочется вернуться в родные стены. Как я могла так легко сдаться? Как я могла так легко от этого отказаться? Если б не вы. Звучит как тост. Ну что, тогда за меня? Да, за вас. Лен, а давайте мы с вами будем считать ваше дело моим триумфальным возвращением в профессию. Договорились. Вы знаете, я почувствовал, что меня вдруг как будто бы встряхнуло, понимаете? Я вдруг понял, что все эти куды жил словно во сне. Вот только-только сейчас проснулся. Лен, а давайте потанцуем? Нет, спасибо, я не танцую. Как это? Лен, а как же ваш девиз? Никогда не поздно заняться своим любимым делом. Ой, Дим, Дим, танцы никогда не были моим любимым делом, правда. Лен, ну, композиция, правда, скоро закончится. Я всю ночь не спал, подбирал ее, договаривалась с администрацией. Если вы мне сейчас откажете, я обижусь, правда. И нет, ну, я вида не подам, конечно, но я обижусь. Вы правда подготовили этот момент? Да, что вас смущает? Лен, прошу вас. Вы сумасшедшие. Пойдемте. – Пойдемте. – Пойдемте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я… Я не знаю Я хочу, чтобы вы знали Я в этом городе только из-за вас Я готов переехать сюда навсегда Я готов ждать столько, сколько потребуется Но если вы скажете, чтобы я исчез Я исчезну Спасибо вам за прекрасный вечер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Елена Михайловна! Здравствуйте, я жена Димы Вы меня помните, мы в больнице виделись Здравствуйте Как вы считаете, это хорошо? Врачу заводите отношения с пациентом Вы не бойтесь, я сцен устраивать не буду Мы в прошлом году это уже проходили Мне тогда Дима пообещал, что больше никогда налево не побежит Психотерапевт мой советует терпения набраться Кризис среднего возраста у Димы ведь закончится когда-нибудь У нас ничего не было Да бросьте, я сама видела, как вы целовались Ну, что он сказал? Что, все серьезно? Что он собирается разводиться? И что я самый мерзкий человек на земле? А вы не собираетесь разводиться? Конечно, нет Значит, я угадала А он в прошлый раз любовница все то же самое сказал Что с вами? Сейчас укуну, все в порядке Вы думаете, почему от него не ухожу? Думаете, могла свою гордость собрать в кулак И давно от него уйти? Я бы так и сделала давно Но я ребенка жду Ну и что мне делать? Я не знаю Вы же не будете с ним встречаться? Тогда не говорите, пожалуйста, Диме ничего про ребенка Я сама как-нибудь справлюсь Вы должны сказать Может, вас в больницу отвезти Спасибо Мне уже лучше Вот, ваши любимые Спасибо Спасибо Лена, что с вами? Дин, нам не надо больше встречаться Почему? Слишком мало времени прошло после развода Понял Только деловые отношения Нет Давайте совсем разбежимся А как же расследование? Вы очень много сделали Этого более чем достаточно Я не могу вас оставить на этом этапе Еще очень много вопросов Вы обещали исчезнуть Если я попрошу Я прошу Вы правда Вы очень добрый Вы Симпатичный Вы почти идеальный И при любых других обстоятельствах Я была бы счастлива быть с вами Так что мешает? О каких обстоятельствах вы говорите? Дим, я встречаюсь с другим С кем? Врач из клиники Это не важно Я не верю Помните, я была с цветами? Да Это от него Прощайте ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дима Дима Дима, поехали в Москву А давай мы с тобой выпьем Дима Тебе это нужно Перезагрузиться Я готова составить компанию Ты так реагируешь, как будто это было действительно что-то серьезное Что? Что это? Что это? В смысле? Я… В каком смысле? Ты про меня с Леной? С какой еще Леной? Ты же мне врешь сейчас Ты знаешь про Лену Ты с ней говорила? Дима Успокойся, пожалуйста Ты не в себе сейчас успокойся Ты борелась с ней? Я ей ничего такого не сказала, Дима Ах ты… Змея Мам Ты чего такая грустная? Да нет, ничего Ты из-за дяди Димы? Нет, милая Настя, открывай их Лена, я знаю, вы дома Дима Дмитрий Сергеевич, мы уже все решили Лена, вы разговаривали с моей женой Нельзя верить ни одному ее слову Что она вам сказала? Это… это не имеет значения Лена, она мошенница Самая настоящая Она засуетилась, когда узнала, что после развода останется ни с чем Это был не бытовой конфликт по пьяной лавочке Когда я попал в больницу, это она меня заказала Дим, это предположение Нет, у меня есть доказательства Хотите, я предоставлю их вам Если вы не поймете, я помогу разобраться Дим, все слишком сложно, у меня… у меня есть личная жизнь Да нет у вас никого Извините Лена, ну почему ты мне не веришь? Лен Убери руку Ну какие тебе еще нужны доказательства? Лена, я люблю тебя! Лена! Лена, я не Versailles Лен Лена, ты инструмента Его песня Лена! Потом я же беру луку Оста… Убери Доброе утро. Ты знаешь, я вот что подумал. Нужно нам съехаться. Сразу как я от жену уйду. Кстати, про развод мы с ней поговорили. Ты что, не рада? Я не знаю. Ленка тебя сбила. Мы с ней виделись. Знаешь, Лена, она работает в клинике. А как? Угу. Так ей же нельзя. Ну, она там, как бы вроде не врач. Но странная штука. Мы разговаривали, я спрашивал у нее про работу. Лена Михайловна все время как-то уходила от ответа. Нет. Я не верю. Я просто не верю, что Лена Михайловна могла делать платные операции незаконно. У меня в этой клинике есть старый знакомый. Вадик Минаев. Вот у него и спрошу. Лена Михайловна. Вадик? Коля? Ага! Вот так встреча! Тебе не узнать? Да! Зато ты не извинился. А ты чего здесь? Работаю. О! А я не знал, что здесь есть клиника. Я тут к одной даме в гости заезжал. У моей подружки знакомая есть. Обалденная! Слушай, давай, как раньше. Возьмем бутылочку. А то и не одну. Не, я пас. Чего? Жена заревнует. Я не женат. Ну, ты как-то печально об этом сообщаешь. Радоваться, брат, надо! Давай тогда просто лупанем. Я угощаю. Ну, вот умеешь тебе уговорить. На то. Я позвоню. Давай. Будь здоров. Пока. Я Данилин Дмитрий Сергеевич. По поводу заданных мне вопросов хочу пояснить следующее. Мимо проходил мужчина в кепке и темных очках. Неожиданно он нанес мне удар ножом в область живота. Я не сразу потерял сознание. Завязалась потасовка. Последнее, что я помню, нас обоих погрузили в машину скорой помощи. Я считаю, что нападение могло быть организовано Данилиной Инной Семеновной. Моей женой. Ирина Михайловна? Да. Есть новости. Я нашел то, о чем вы просили. Что там? Лечение оплатила какая-то женщина. Ирина Михайловна. Пожалуйста. Привет. Привет. У меня кое-что есть для тебя. Твоя жена была убедительна, когда сказала, что ждет ребенка. От кого? От тебя. Как от меня? Нет, ну надо ж такое придумать, а? Слушай, это… Это просто невозможно. Мы уже давно не живем вместе. Я тебе верю. Я изучила то, что ты мне прислал. У одной из частных клиник поступил пациент с травмами, которые были у нападавшего. Поступил на следующий день после нападения. А лечение оплатила твоя жена. Как ты это узнала? Очень хотелось тебе поверить. Спасибо тебе, Лен. Это правда очень важная информация. Ты дай знать, как что-то выяснится. Хорошо? Хорошо. Пока. 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 Заходи. Выглядишь от пад. Я так и знала, что ты одумаешься. Сейчас мы с тобой выпьем. Пойдем. Сейчас мы с тобой выпьем. Только сначала сюрприз. Люблю сюрпризы. Отлично. Закрой глазки. Закрыла. Не подглядывай. Не открывай. Не открывай. Открывай. Знакомый номер? Нет. Странно. А ты по нему звонила. Хозяин этого номера только что задержали в Москве. А вот это… Договор о поплате операции из местной клиники. Ты беспокоилась о его здоровье? А? Дима, я не понимаю. Да все ты понимаешь, зайка моя. Исполнитель сейчас дает показания. И он, я знаю, получит срок меньше, чем заказчик. Так… Почем ты продала мою жизнь? Я не собираюсь слушать всю эту чушь. Я сюда пришла, потому что решила, что ты меня действительно любишь. Люблю. Да безумие люблю. Куда ты собралась? Давай с тобой выпьем, а? Давай. За тебя, за меня, за все счастливые дни, которые были между нами. У нас очень мало времени. Давай, давай. Это за тобой. Привет. Привет. Ну, тебе нужно было идти в следователя. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Утвердилась? Да. Заказчица задержана. Так что, получается, ты спасла мне не только жизнь, но и мой бизнес. Я даже представить себе не мог, что это все могло произойти в моей жизни. Все ошибаются. Да. Самое главное — это вовремя понять. Лен, у меня есть план. Какой? Подставить Игнатьева. Как? Мы будем использовать его слабые стороны. Загадками говоришь? Ну, если получится, расскажу. Хорошо. Ты же мне доверяешь? Да. Лен. Ты такая красивая. Дим, я не молодая женщина, разведенная, с ребенком. Еще и срок отбываю, пусть условный. По-моему, звучит обалденно. Ты мне правда безумно нравишься, и я даже предположить не могла, что со мной такое произойдет. Но я не думаю, что у нас есть будущее. Ты сказала, не молодая. Но, знаешь, мне кажется, это неправильное слово. Я, я бы сказал, взрослая. А это большой плюс. Ведь мы же можем отличить правду от фальшивки. Знаешь, у нас есть опыт за плечами, а голова на плечах. Прости. Лен, извини. Мне нужно отъехать. Я тебе потом перезвоню. Хорошо? Угу. Да. Все. Пока. Не зря мне вас рекомендовали. Ты тоже ничего. Аванс. Где лучше встретиться? Вот здесь. Что пьем? Все, что горит. Отличненько. Ладненько. Как только, так сразу. Ну, что ты приунылый? Влюбился я, Коля. О! Да, конечно, хорошо. А меня не любят. Э, где тебе такое гораздило-то? А кто она? С работы. Раньше хирургом была. Очень хорошим хирургом. Ее судили за пациента. Запрет в бояле. Погоди, погоди, погоди. Это что, Лена Сазонова, что ли? Ну, а сейчас я… А она? Так мы с ней друзья. Однокурсники. Работали вместе. Она зав. Отделение. Моя. У нее ординатор. А у нее есть кто-то, а? Могу узнать, если хочешь. Не-не-не. Не надо. Не надо. Не, подожди, подожди. А что она в клинике делает? По специальности не работает. Просто администратором. Жаль ее. Только специалист. Слушай, а она в самом деле виновата, а? Мутная история. Давай, Залена. Ты видел, как она ведет операцию? Много раз. Она классная. Что тут говоришь? И при этом женщина, Коль. Погоди, ты мне скажи, а как ты мог видеть, как она ведет операцию? Неважно. Нет, подожди, подожди. Старик. Старик, что-то ты меня запутал. Давай, по последней. Старик, ты ж придумал. Не придумал. Вадик, ты же Ленку раньше не знал. Ну, где ты мог видеть, как она ведет операцию? Все, все. В клинике, что ли? Все, забудь. Подожди, Ленке нельзя. По закону. Все, все, они пропадают. Подожди, подожди. Все, Коля пошел. Все, я пошел, Коля. Пока. У меня пациент на столе умирал. Если б не Лена. Только об этом никому. Она фактически спасла его жизнь и спасла меня никому, Коль. Могила. Вот так. Пока. Два коктейльчика. Пожалуйста. Ваш коктейль. Девушка, можно вас коктейлем угостить? Вам можно. Николай, но вам можно Коля. Алина. Очень приятно. Взаимно. Лена. По кофейку? Твой любимый латте. Мне на работу надо, я… Давай о машине быстренько поболтаем. Держи. Я не буду. Как хочешь. Лен, я не могу оставаться в стороне как друг. Ну, зачем так поступать? Рисковать всем. Собой. Будущим дочери. Ради какого-то незнакомого пациента. Столько свидетелей. Вся операционная бригада. Доктор Минаев. Клиника от тебя открестится сразу. Лишь бы следователь не узнал. Я-то буду молчать. Но при одном условии. В каком? Вы с Данилиным прекращаете все телодвижения в мою сторону. Оставите покоя Олю. Естественно, тебе хочется на кого-то свалить вину, но меня это достало. Как мы поступим? Я тебя услышала. Заметь, я мог сразу сообщить. Ты поступаешь как настоящий друг. Лена! Ну, неужели ты поверила в свою невиновность? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что вы себе позволяете? Выйдите! Ольга Николаевна, Игнатьев вам изменяет. Я вызову полицию. Не надо полиции. У меня есть доказательства. Вот. Мне неинтересно. А вы все-таки посмотрите. Посмотрите. Там много фотографий. И это не фотомонтаж. Можете проверить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оля, вам нужно бежать от Игнатьевой как можно быстрее. Что вы хотели сказать тогда на суде по поводу операции? Зачем вы мне показываете это? У нас с ним исключительно рабочие отношения. Вы когда придете в себя, свяжитесь с Еленой Михайловной? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там совещание. Ольга Николаевна, у нас совещание. А это очень срочно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уважаемые коллеги, я прошу меня извинить. Давайте прервемся. Не расходитесь, пожалуйста. Скоро продолжим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто это? Я впервые вижу. Угу. А себя-то ты узнаешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оль, я в первый раз вижу эту женщину. Что за дурацкий фотомонтаж? Где ты вообще-то взяла? А, Данилин. Ну, конечно. Он же специально хочет нас с тобой рассорить. Клянусь, ничего не было, Оль. Не трогай меня. Как я могла быть с тобой? Как я не видела? Я тебя очень люблю. Никогда бы тебе не изменила. Клянусь. Руки убери! Ты гнилой человек. И это ты предал Елену Михайловну. И об этом все узнают. Об этом все, все узнают. Понял? Пожалуйста, возьми себя в руки. Успокойся. Я тебя прошу, пожар. Руки от меня убери! Не кричи! Здрасьте. Здрасьте. Поля. Оленька, ну что ты? Ну чего ты, честное слово? Ну перестань, моя хорошая. Ну что случилось? Ты можешь объяснить мне? Отстань, от меня! Я прошу тебя. Возьми себя в руки. Ну, неудобно. Люди смотрят. Поля. Здрасьте. Оль, ну все. Ну все. Пожалуйста, отпусти меня! Пойдем к машине. Пойдем к машине. Пойдем, пойдем, пойдем. Успокойся, успокойся. Пойдем. Здрасьте. Ну, успокойся. Пойдем, пойдем. Так. Машина наша. Давай-ка. Все, садись. Садись, садись. Вот так вот. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты не имеешь права меня удерживать. Это незаконно. Я хочу, чтобы ты успокоилась, пришла в себя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Со мной все в порядке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай мы сейчас вместе спокойно пойдем в дом. Хорошо? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты куда? Отпусти меня! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты пойдешь в дом! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не зли меня! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оля, мне очень не нравится то, что между нами происходит. Ты как с цепи сорвалась! Как ты вообще могла поверить в этот бред? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще раз тебе повторяю, я тебе не изменял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я очень надеюсь, что ты сейчас успокоишься. Сможешь трезво оценивать ситуацию. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что касается Лены, она все решила свалить на меня. Но почему, когда был суд, никаких вопросов не возникало? Когда она вообще решила, что я виноват? Почему ты думаешь, что твоя Сазонова такая прям пушистая заинка? Ты не все о ней знаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Коля, я ничего никому не расскажу. Отпусти меня, пожалуйста. Посиди немножко здесь. Я все решу. И дай мне телефон. Пожалуйста. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я скоро приеду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ненавижу эти бумажки. Глаза слепаются. В архив? И пускай воду мне принесут в кабинет. Закончилось. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Добрый вечер. Могу я видеть Сазонову, Елену Михайловну? Сазонову? Где она? Надо уточнить. Вадим Петрович, срочно найдите Сазонову. Сейчас. Уходите. Уходите. Скорее. Там полиция. Кто? Скорее, полиция идти вокруг. Слушайте, я не могу от них вечно бегать. Хотите в тюрьму? Быстрее, в окно. Сказали, она в шестнадцатом кабинете. Прямо по коридору и направо. Лена! В машину, быстро! Лена! Что произошло? Игнатьев настучал. Что делать? Я отвезу тебя в надежное место. Что потом? Ольга готова давать показания. Игнатьева я даже мол. Суд отменит приговор в отношении тебя. Надо сдаться. Лена! Все будет хорошо. Все получится. Поверь мне. Здесь тебя никто не будет искать. Только накинешь мое пальто. А ты чего не поела? Да какое там? Лена, надо поесть. Дима… Я тебе тут вещи достал. Посмотришь потом. Слушай, я никак до Ольги дозвониться не могу. Ну, ничего, я с утра ее обязательно найду. Как это у них называется? План перехват? Объявили уже, да? Не надо тебе думать о всякой ерунде. Зачем я побежала? Надо было задаваться. Все ты правильно сделала. Здесь тебя никто не найдет. А Настя, небось, думает, что мать в бегах. А давай узнаем, что она думает. А, Дим… Так, тихо. Тебя здесь нет. Алло. Алло, Настя. Привет. Это твой дядя из Москвы. Не спишь? Вы знаете про маму? Что? Ее полиция ищет. Фу ты, господи, испугала. Я-то думал что-то серьезное. Как только ее найдут, ее сразу же посадят. Не посадят. Пугают. Не посадят? У меня все под контролем. Звучит обнадеживающе. А где мама? Где-то в надежном месте. Я тебя успокоил? Да. Настя. А? Скажи, ты маму любишь? Что за вопросы? Так вот знай, мама тебя тоже очень сильно любит. Ну все, на связи. На связи. А… Спасибо. Ладно, ты поешь. Я пойду. Не буду тебе мешать. А завтра во второй половине дня я приеду. Ты уходишь? Да. Дим. Останься. 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 Останься с вами на 내용. Останься с вами, опов? С proseемен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Елена Прекрасная. Как во сне. Как будто бы не было никаких проблем. Хочется закрыться от всего мира в этой комнате. Поешь? Мы обязательно так и сделаем. Но только потом. Лен, скажи, ты не знаешь, где может быть Ольга? На работе дома ее не было. Может, какие-то друзья, родственники, адреса. Не знаю. Может, у мамы. Она за городом живет. Ну, про маму я знаю. А еще? Не знаю. Понятно. Слушай, я тут достал телефон. Связь будем держать по нему. Никому, кроме меня, не звони. И двери никому не открывай. А сейчас мне нужно поехать. Угу. Странно, что ли, пропало. Не переживай. Найдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, как ты? Успокоилась? Отдохнула? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мандарины! Как ты любишь. В больнице насчет тебя. Я предупредил. Не волнуйся. Давай за примирение выпьем. Ты представляешь, Сазонова была в клинике подпольным хирургом. Угу. За бабки операции делала. Она, кстати, в больнице с пациентов деньги брала. А ценник был о-го-го. Нельзя хирургу быть таким меркантильным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Держи. Ну, когда ты уже начнешь мне верить? Когда увидишь ее за решеткой? Так ждать осталось недолго. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Коля, я правда никому ничего не расскажу. Вот такой я тебя и полюбил. Милой, непосредственной. Пей. Нашел? Пока нет. Но в последний раз ее видели у больницы с Игнатьевым. Так и знала, что он замешан. Слушай, может быть, в полицию зовите, а? Я как раз этим занимаюсь. Есть еще несколько адресов, есть дом за городом. Дим, как бы не стало поздно. Тебе много времени еще надо? Нет, немного. Скоро перезвоню. Извини, сейчас занят. Давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где Оля? Лена? Если с Олей что-то случится, ты пожалеешь. Давай встретимся, я тебе все расскажу. Где она? Она с тобой? Лен, это не телефонный разговор. Ты сейчас сможешь подъехать? Ты не волнуйся, я тебя не сдам. Один приду. Ты тоже одна приходи. Нам давно нужно было поговорить откровенно. Не хочешь — не надо. Я приеду. Я тебе метку скину на этот номер. Только, Лен, одна. А, а то я занервничаю. Я поняла. Мне нужно отъехать. Тут, мне далеко. Вернусь — сделаю мясо. Похоже, все будет быстрее, чем я думал. Сама позвонила и, судя по тому, скоро будет здесь. Вот тогда мы в органы и сообщим. Не бежать. Я скоро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Есть кто-нибудь? Да, я здесь! Слышите меня? Помогите, пожалуйста! Я здесь! Да! Чёрт! Как вы? Все хорошо. А где Игнатьев? Он поехал с Леной Михайловной встречаться. Зачем? Я не знаю. Она ему сама позвонила. Да? Коля, что ж ты с девушкой делаешь, а? Зачем ты ее в заперти держишь за решеткой? Она обиделась. Теперь заявление на тебя в полицию пишет. Незаконное удержание человека. Статья 127 у КРФ. Ты это про кого? Ты за все ответишь, ясно? Есть сомнения, Коль? Я ее не удерживал. Это ты прокурору будешь рассказывать. Лена где? Коля, ты меня слышишь? Если ты что-нибудь сделаешь с Леной, я тебя… Черт! Ольга, дождитесь полицию, хорошо? Ольга, дождитесь полицию, хорошо? ГРОХОТ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где Оля? Нашли ее. Кто нашел? Данилин твой. Давай договориться, Лена. Сколько ты хочешь? У меня не так много, но есть миллион-полтора. Ты мне предлагаешь деньги? За что, Коль? Не надо Ольге писать на меня заявление. Притормози, Данилин. Ну что, тебе легче станет, если меня посадят? Я ничего и плохого не сделал. По операции вы все равно мою вину не докажете. Тебе сейчас самой нужно думать, как выпутываться. Тебе понадобятся деньги. С Минаевым я поговорю. Он мой хороший друг. Он тебе поможет. Лен, два миллиона. Больше нет. Не докажем твою вину? Так что ж ты тогда так суетишься, Коль? Ты мне предлагаешь два миллиона рублей? За что? За тот ужас и позор, через который мне пришлось пройти? За отчаяние, стыд, за бесконечное чувство вины? Квартира. Квартира. У меня есть квартира. Двушка. Хочешь двушку, Лен? Мы же с собой так дружили, Коль. Квартира, машина, деньги, дача. Забирай все, Лен. Когда ты стал таким, ты был совсем другим человеком. Значит, отказываешься? Нет. Ты не откупишься. Другого человека ты знала? Да ты на себя посмотри. Крылышки сразу распустила, как стала заведовать. Возомнила из себя. Бабе не место в хирургии. Я, я должен был сидеть в этом кресле. С самого начала, я! Потому что я всегда был лучше! Это ты! Ты мне жизнь сломала! Ты жалок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лена! Лена! Господи! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лена, это был несчастный случай! Это был несчастный случай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лена! 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 Иди ко мне! Иди сюда! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все будет хорошо! Все будет хорошо! Лебене, держись! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Вытащили, а? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Суд постановил оправдать Сазонову Елену Михайловну по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. ст. 9 УК РНР признать за Сазонову Елену право на реабилитацию, включающую в себя право на восхищение имущественного бреда, устранение последствий морального бреда и восстановления в трудовых и иных правах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, дядя Дим, теперь придется ее всегда ждать тебе Ну, а что? Я готов Смотри Настя, слушай, я хотел у тебя кое-что спросить Ну? Скажи, а как ты отнесешься к тому, что мы с твоей мамой поженимся? Типа, ты будешь моим папой? Ну, типа, юридически, это называется «очень» А плавать научишь? Да не вопрос Тогда я за А маму что? А маму я еще пока не спрашивал Извините Привет Ну, в кино мы уже не успеем Так что с вас кафешка И, кстати, появилась тут одна идея А что, если вам пожениться? Настя Это не моя идея Ну, вообще-то я не так себе представлял этот момент Давайте, целуйтесь Ты согласна? Да Я тебя люблю А я тебя Вы долго будете Я есть хочу Пойдем Давай Давай Субтитры подогнал «Симон»